Пускай назад история листает страницы легендарные свои, и память, через годы пролетая, ведёт опять в походы и бои. В память о тех, кто, не пожалев живота своего, встал на защиту Родины, кто с дрожью в голосе от волнения тогда произнёс для всех, и прежде всего для самого себя, это моя земля. 38-й Тобольский пехотный полк известен военными подвигами как воинское подразделение в составе Русской императорской армии с 1703 по 1917 год. На его счету более 20 масштабных военных походов. Солдаты и офицеры полка в разное время участвовали в 35 крупных военных сражениях. В том числе геройски проявили себя в 1916 году в Брусиловском прорыве во время Первой мировой войны. Согласно исторической справке, 25 декабря в 1853 году на реке Дунай при деревне Читати с турками в первый день Рождества Христова состоялся бой, завершившийся победой над противником. В память этого дня, 25 декабря по старому стилю, а по новому 7 января, отмечается полковой праздник 38-го Тобольского пехотного полка. В Тюменской области в системе военно-патриотического воспитания появление исторического факта о создании российским императором Петром I одним из первых регулярных полков Российской императорской армии в 1703 году 38-го Тобольского пехотного полка способствовало появлению современных форм патриотического воспитания молодёжи, развитию технологий взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества. Стало проявляться искреннее желание молодёжи, педагогов, ветеранов хранить историю самого прославленного подразделения Российской императорской армии 38-го Тобольского пехотного полка сформировало связь времён и поколений. Вроде бы разные эпохи и исторические события, но неизменно желание служить Отечеству и защищать русскую цивилизацию до последней капли крови. И эти примеры должны жить в истории российского народа в веках. Редактор субтитров А.Семкин